Всем привет, это канал Про Цветок и с вами Дмитрий. Сегодня я расскажу о том, как ухаживать за клубникой после сбора урожая, чтобы в следующем году у вас ягод было еще больше. Этот год был довольно экстремальным. Были заморозки весной, очень много соцветий пострадало от мороза, мало было завязи, потом у нас была засуха, потом нашествие птиц, в итоге приходилось поливать клубнику, накрывать белым спонбондом, чтобы сохранить урожай. Но несмотря на все эти катаклизмы, урожай в принципе был довольно неплохим. Но сейчас урожай уже отходит и пора позаботиться о клубнике. Значит, что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь это, конечно же, прополка. Нужно удалить все сорняки, иначе семена этих сорных трав распространятся на грядке и в следующем году все будет заросшее травой. А также сорняки отнимают очень много сил и питания у растений, поэтому сорняки обязательно нужно выполоть. Следующий этап работы – это удаление усов. Если вам не нужны усы на рассаду, то всех их обрезаем. Усы также оттягивают много питания взрослого куста. Если же вам все-таки нужны усы для новых посадок, новый рассадный материал посадочный, значит, оставляем на кустике по 2-3 уса, самых первых от куста. Остальные усы, всякие тонкие, слабые, все это удаляем. Далее приступаем к обрезке листвы. Если на вашей клубнике были признаки заболевания, различные пятнистости, то можно срезать все листья. Главное не задеть ростовую почку. Если эту почку вырезать очень низко к земле, все это срезать, то в следующем году урожая не ждите. Поэтому, когда обрезаете листья, либо вы скашиваете косой эту листву, то старайтесь ростовую почку не задеть, оставляйте небольшие пеньки по 3-5 см. У меня клубника ничем не болеет, листья здоровые, нет никаких признаков заболеваний, поэтому все листья я удалять не буду, удалю лишь старые, а молоденькие листики, которые находятся в центре куста, я оставлю. За время роста, формирования урожая, созревания урожая, клубника потратила очень много сил на формирование этого урожая. Пошло много питания, поэтому клубнику после обрезки листьев нужно обязательно подкормить, чтобы к осени сформировались вот эти все почки на следующий год, сформировались хорошие листья, и клубника, чтобы нарастила такую хорошую зеленую массу. Поэтому обязательно клубнику буду подкармливать минеральным удобрением, комплексным минеральным удобрением, где есть азот для роста, фосфор для хорошего развития корневой системы, и калий для различных процессов, и в частности для иммунитета, чтобы клубника была устойчивая к заболеваниям. Значит, можно использовать обычные удобрения, например, универсальный амофоскомид, либо нитрамофоску, где все эти элементы питания присутствуют. Норма внесения 40-60 грамм удобрения на метр квадратный. Если почва сухая, то, конечно же, перед подкормкой ее обязательно нужно пролить чистой водой. Многие дачники, конечно, в последнее время отказываются от минеральных удобрений в пользу натуральных, экологически чистых. В этом случае можете подкормить клубнику, бродиловкой из травы, компостным чаем, либо замульчировать перепревшим компостом. А затем подсыпать золы, небольшую горсточку золы под каждый кустик. В этом случае такая подкормка также пойдет на пользу, потому что различные органические удобрения это больше азотная подкормка, а в золе содержится фосфор, калий и многие полезные микроэлементы, которые важны для полноценного развития растений. А теперь самый важный момент при работе с клубникой. Это обработка от вредителей. Клубника очень часто поражается земляничным клещом. В итоге листики начинают скручиваться, морщинятся, усыхают ягоды на кустах, и мы не добираем в урожае. Особенно прогрессирует клещ, когда на улице стоит сухая и жаркая погода. И, как правило, это август месяц. Поэтому обработку от земляничного клеща нужно проводить обязательно. После сбора урожая желающие могут использовать и сильную химию. Например, тот же акарицит актелик. Но я на своем огороде стараюсь применять химию в исключительных случаях. Стараюсь больше действовать натуральными биологическими препаратами. И вот, например, свою клубнику я буду обрабатывать препаратом антивредитель. Если вы знаете такой препарат энтолек, который создан для борьбы с паутиным клещом, земляничным клещом и с белокрылкой, то в антивредителе также присутствует вот этот грипп ликоницилу, на основе которого создан энтолек. И он также очень эффективен от паутиного клеща, от земляничного клеща на клубнике, а также против многих других вредителей. Поэтому и свою клубнику я обрабатывать буду именно этим препаратом. Причем этот препарат в жидком виде. А значит, там есть живое начало, уже живые вот эти различные микроорганизмы. И препарат начинает действовать на вредителей сразу же после обработки. Раствор готовили таким образом. 100 мл препарата на 10 л воды. Размешиваю все и обрабатываю с опрыскивателя посадки клубники. Делать это нужно, кстати, в такую пасмурную погоду. Лучше всего в вечернее время, либо когда на улице туча, но ни в коем случае не тогда, когда светит яркое солнце. Потому что ультрафиолет губительно действует на микроорганизмы. Еще один вредитель, о котором я хочу рассказать при обработке клубники, это нематода. У меня на участке, слава богу, и нет. Но одно время у меня нематода все-таки была появилась. Вместе с некачественным посадочным материалом я занес был вредителя себя в огород. И мне пришлось выкорчивать всю клубнику, все выбросить и поменять место посадки. Перенести клубнику, приобрести новые сорта и все это высадить на новом участке. Потому что с нематодой можно справиться, когда еще только начальная стадия, где-то на отдельных кустиках вы заметили признаки поражения нематодой. Но когда у вас вся клубника, все посадки поражены нематодой, то никакие способы борьбы, даже химические различные препараты не помогут. Придется все выбрасывать и делать новые посадки. Поэтому внимательно смотрите свои кустики. Если вы заметили, что у вас искривляются листья молодые, листья засыхают, ягоды недоразвитые, усохшие, на кончике такой черная пупырка появляется, кривые ягодки, урожая практически нету на таких кустах, то это верный признак, что есть нематода. А если вырвать куст вместе с корнями, то на корнях можно заметить такие маленькие, желтенькие или белесые крупинки. Вот это яйца нематод. Поэтому обязательно смотрите за здоровьем кустов, обращайте внимание, чтобы не допустить этого опасного вредителя у себя в огород. Против нематода очень хорошо действуют биопрепараты. Это всем известный биопрепарат немацид КС, а также препарат антинематод. Раствором этого биопрепарата клубнику уже обрабатывают не по листу, а естественно проливают под корень. Значит, опять нам понадобится 100 мл антинематода на 10 л воды. Сделаем раствор и проливаем под каждый кустик примерно по пол-литра. Это что касается вредителей. Однако клубника во второй половине лета, когда идут дожди, сырая погода, уже туманы, может поражаться различными пятнистостями листьев. Особенно опасна бурая пятнистость листьев. Поэтому все же профилактическую обработку от заболеваний также нужно произвести. Обычно клубнику я обрабатываю фунгицидом азофоз, потому что этот фунгицид стоит довольно недорого, он экономичный, расход небольшой и он очень эффективный. Это медь содержащий препарат. Значит, клубнику обрабатываю однопроцентным раствором. 100 грамм препарата у меня он в пассе на 10 литров воды и провожу обработочку. И кроме того, этот препарат обладает не только фунгицидными свойствами, но действует как удобрение, потому что в нем есть азот. И получается, я как бы и обрабатываю клубнику от заболеваний, и одновременно провожу подкормку азотным удобрением для наращивания листовой массы. И, кстати, вот листья, когда наросли новые листья после обрезки, ни в коем случае не удаляйте их на зиму. Клубника должна уйти на зиму вместе с листвой, потому что листва защищают клубнику, розетки клубники от вымерзания. Поэтому один раз обрезаем только после сбора урожая, а на осень все оставляем. Ну, конечно же, работа на клубнике еще будет. Конечно, могут какие-то сорняки появиться, но их уже легко прополоть. Обязательно позаботьтесь о своей клубнике после сбора урожая, чтобы в следующем году, опять же, собирать вкусную и сладкую ягоду. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok